Гепатит А. Многие про него знают, что он, как гепатит В и С, вызывается вирусом и поражает печень. Но оказывается, гепатит А особенный, и его стоит бояться. Из-за чего? Я сегодня приехала в 220-ю городскую поликлинику, чтобы в этом разобраться. Почему гепатит А называют болезнью грязных рук? И как им заражаются те, кто руки вроде бы моет? По каким симптомам можно заподозрить его развитие, кроме пожелтения кожи и глаз? И кому делают от него прививку, а кому нет? Сейчас узнаю. Учаева Оксана Николаевна, врач-инфекционист, заведующая отделением медицинской профилактики. Оксана Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. У нас сегодня с вами тема гепатит А. Вот что я знаю про гепатит А, что он якобы не такой опасный, как гепатиты В, С и какие-то там другие буквы алфавита имеются. Но то, что я точно знаю, что гепатит А еще называют болезнью грязных рук. То есть, что получается? Мы заражаемся этой болезнью только если не моем руки? Или вот что? Почему так называют? Ну, действительно, гепатит А – это вирусное заболевание печени, которое передается через грязные руки. То есть, отсутствие личной гигиены, банальное отсутствие мытья рук является главным фактором риска заражения гепатитом А. Также причиной заражения может быть употребление в пищу немытых продуктов и загрязненной воды. Старайтесь употреблять чистую воду, чтобы не заразиться вирусным гепатитом. Также контакты с инфицированным больным тоже являются причинами заражения данным заболеванием. Пребывание в местах, эндемичных по вирусному гепатиту А. То есть, непосредственный путь передачи вирусного гепатита А – это фекально-оральный путь. Я поняла. А вот, кстати, что именно вирус гепатита А делает с печенью? То есть, вот он проникает. И что происходит? Да, происходит воспалительное изменение именно клеток печени. На инструментальных методах исследований, там, УЗИ тоже сделать, это можно не увидеть совершенно. Гепатита А может протекать бессимптомно, как и клинически, так и инструментально, да, если человека обследовать. Но сам орган поражается действительно, и восстановительный период бывает до полутора месяцев. А чем вообще гепатит А опасен? Гепатит А, он так же, как и Б и С, может протекать бессимптомно. Но в отличие от них, он никогда не переходит в хроническую форму. То есть, чаще всего он протекает в лёгкой форме, и человек полностью выздоравливает без какого-то специфического лечения. То есть, лечение может быть симптоматическое в зависимости от симптомов, которые у данного человека именно в момент заболевания. Но у гепатита А есть такая молниеносная форма, которая может приводить к смертельным исходам. И действительно, здесь уже будет зависеть от вирусной нагрузки и организма человека, который заразился. То есть, грубо говоря, если много вируса попало, а у человека снижен иммунитет, грубо говоря, да, то у него может развиться такая смертельная опасная. Да, да, да. И также дети, в основном, подвержены заражению вирусным гепатитом А, до 10 лет они могут бессимптомно переносить это заболевание и заражать окружающих. Поэтому это действительно опасно. И если ребёнок, например, в детстве бессимптомно переболел вирусным гепатитом, то, соответственно, у него имеется уже какое-то поражение печени, которое в дальнейшем может вызывать уже хронические заболевания печени. Поэтому, ну вот, есть такая опасность. Гепатит А не так безопасен, как думают многие. У него есть молниеносная, острая форма, которая приводит к гибели. А у детей гепатит А может развиваться вообще без симптомов и привести к серьёзным проблемам в будущем. Вот вы сказали, что у детей может развиваться гепатит А без симптомов. А вот что касается взрослых? Вирусный гепатит А скорее развивается как обычное ОРВИ с кишечной инфекцией. Ну, как микс инфекция. То есть это лихорадка до 40, утомляемость, усталость, слабость, тошнота, рвота, диарея. Полноценный интоксикационный синдром вирусного гепатита А. Далее самым главным симптомом, который может отметить человек прямо на начальной стадии этого заболевания, это потемнение мочи и обесцвеченный кал. Потемнение мочи и обесцвеченный кал – это, по сути, первые симптомы звоночки, которые сигнализируют о том, что у вас развивается гепатит А. Срочно бегите к врачу, если они у вас появились. Если всё-таки у человека гепатит А, что делается? То есть его надо куда-то, не знаю, изолировать или его кладут в больницу. Как вообще в Москве лечат гепатит А? Гепатит А очень редко лечится в стационаре. В основном это амбулаторное лечение. Но наблюдает за пациентом не менее полутора месяцев. Также за контактами устанавливается наблюдение до 35 дней. В контактном производится экстренная вакцинация в течение первых пяти дней после контакта с больным. Самого больного лечат симптоматически на основании тех симптомов, которые у него появляются в момент заболевания. Ну что ж, Оксан, спасибо вам большое за такой интересный, чёткий, понятный рассказ про гепатит А. Мы его бояться не будем, но будем вооружены знаниями, чтобы, если что, от него защититься. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Любите себя и свой город москвичи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok